Здравствуйте, подписчики моего канала, просто любители Карт-дорог. Очень много лет работая с клиентами, меня всегда радует ситуация, когда женщина, которая не верит в себя, не верит в то, что она может быть счастливой, не верит в то, что она выйдет замуж, построит отношения, и у нее, например, вот эти какие-то страхи и комплексы, и мы, прорабатывая эти страхи и комплексы, выходим, ну, скажем так, на ту дорогу, по которой человек должен идти. То есть человек начинает думать, он начинает осознавать свою значимость, начинает себя любить и так далее. И несмотря на то, что говорят, что сила женщины в ее слабости, я думаю, что слабость – это не духовная слабость, да. Это может быть, ну, такая игра в слабую женщину, потому что все-таки женщина намного сильнее мужчин духовно, да, физически, может быть, мужчина сильнее, хотя если разъяренную женщину увидеть, то, мне кажется, женщина физически тоже сильнее. То есть все зависит от ситуации. Поэтому мы сегодня посмотрим расклад на такую тему, да, в плане того, что в чем ваша сила, вот в чем ваша сила, и что дает вам эта сила, и куда ведет вас эта сила, да. То есть вот я говорю чисто о каком-то, может быть, духовном развитии, о том, что вы должны себя любить настолько и ценить настолько, и что вам это дает, да. Потому что, ну, комментарии пишут разные, и воспитание разное, и я считаю, вот люди, которые не верят в себя, это, конечно, родители виноваты, которые, например, с детства унижают, оскорбляют. Оскорбляют, может быть, для того, чтобы им было удобнее, чтобы ребенок был кротким, как овечка, да, чтобы он там голову не поднимал, он не думает о том, как потом этот человек будет жить. Нас так не воспитывали. Нас воспитывали достаточно сильными личностями, да, и вот я когда слушаю его, я, конечно, понимаю, как тяжело человеку, и даже, может быть, страшно жить, да, когда человек сам себе не уверен. Поэтому сейчас мы посмотрим, в чем ваша сила. Что она вам дает, и вообще, для чего она вам дана, да. Так, смотрите. Ну, вот, смотрите. Вы можете, в принципе, быть где-то наивны, как ребенок, в душе, в душе. Вы можете быть в душе вообще всю жизнь, как ребенок, да, то есть вы можете вообще душой не стареть. Может быть, у вас, кстати, новая душа, то есть это когда приходите, первый раз в воплощение, вообще не знаете, как жить, и для вас вот этот мир, как в пятом элементе, да, все новое, интересное, и вы как бы тут что-то познаете. Вы достаточно скрытый, закрытый человек, который не все рассказывает и не все показывает, и, кстати, не показывает, что в душе ребенок, чтобы не пользовали вас, да, не использовали. Очень вы привлекательный, интересный, благоухающая, за собой ухаживающая, интересная такая девочка. Создан для любви брак. Вас мужчины любят. Именно потому, что вы умеете быть откровенной, чистой такой, да, умеете сама дарить любовь, и умеете ее принимать. Есть у вас определенные какие-то страхи. Так, эти страхи связаны с тем, что нужно много работать, над собой работать, над отношениями работать, по жизни работать, да. Может быть, вы, например, хотели выйти замуж, и никогда не работать, а вам приходится работать, работать и работать. Какой-то тяжелый труд. Очень вы властная, сильная, мощная, железобетонная, я бы так сказала, верная, на которой можно ехать, ехать и ехать, да. То есть вы можете очень много, кстати, физически работать, не бояться работы. Так, желание сделать мир красивее у вас такое, знаете. Вот засадить весь мир цветами, чтобы было чисто не только в доме, но и за пределами, чтобы был город-сад, да, и чтобы все любили, например, там животных. И, например, чтобы, не знаю, там, каждый вышел, посадил под дерево там, да, и посадил море цветов. Ну, то есть вот вам хочется, чтобы везде было красиво. Так, вы, вы, смотрите, не мышка наружка в душе, да, и можете, конечно, дать отпор. И вот в этом ваша сила. То есть если вам нужно чего-то добиться, да, вы добьетесь это любыми путями. Ярко интересная, харизматичная. Можете о себе всегда напоминать. И я бы так сказала, смотрите, вот этим притягиваете к себе мужчин, которые реально хотят с вами строить отношения и семью. То есть вы для них такая женщина-загадка. Смотрите, мужчины считают, что вы такая роковая, интересная, сложная, многогранная, что вас надо изучать, что вы не простушка, и вы, как знаете, открываете какой-то другой мир. Каждый хочет, чтобы вы стали его женой, потому что здесь приходит любовь. Да, то есть вот как бы вам, вам вот это дана сила. То есть вы ничего не показываете. Вы не показываете, что вы маленький ребенок. Вы не показываете какие-то свои страхи. Вы можете быть откровенной, сочувственной, эмоциональной, чем в принципе и влюбляете в себя мужчин. Вы легко расстаетесь с партнерами. Мужчины сходят за вами с ума. То есть вы не пытаетесь как бы цепляться за мужчин. Морочите им долго, голову, упорно. Параллельно находите новые отношения и этим еще больше цепляете. То есть есть женщины, которые все время внушают, что вот ты единственный, неповторимый, да, и мужчина расслабляется. Вы этого не делаете. Вы сразу же находите в себе что-то новое. Вы яркая соперница. Вы такая, знаете, подарок судьбы. И очень любите вообще интересные, красивые подарки. Так, мужчины, смотрите, хотели бы от вас детей, чтобы вот как бы воплощение вот вашей силы красоты было. И они с вами всегда растут. Если не духовно, то карьерно. То есть ради вас стремятся. Если вы вас обидели, вы прекращаете в сторону мужчины вообще что-то делать и вас не сдвинуть с места. Вы можете конфликтовать, ссориться и говорить им всю правду. У вас вулкан энергии. И вы создаете трудности и проблемы. И мужчины ради вас готовы Эвереста покорять. То есть вы такая неординарная, справедливая. Можете, знаете, как... Ну, я бы так сказала. Мужчинам деньги не даете. То есть вы тратите деньги на себя, и мужчинам деньгами не помогаете. То есть альфонсов около себя не держите. Так, смотрите. Если в вашей жизни была хотя бы один раз любовь, то вы больше любить не хотите. Но при этом, знаете, вы можете делать какие-то ритуальчики такие, да, или обращаться за тем, чтобы мужчины попадались в ваши сети. И создаете мужчинам такие проблемы, что они оказываются в тупике. Каждый мужчина пытается затащить вас в свой дом. Ну, прилипают к вам ресурсные, статусные мужчины. То есть вы женщина, которая, ну, я бы так вот сказала, которая, знаете, прилипает не рабочий, крестьянский класс, а мужчины, которые чего-то в жизни добиваются. То есть они понимают, что им рядом нужна такая женщина. Все, что связано с финансами, вам надо четко понимать, сколько мужчина зарабатывает. То есть достоин ли он быть рядом с вами. И вот мужчины, я бы так сказала, да, они хотят вами завладеть и хотят быть с вами. То есть их жаба душит, если, допустим, кто-то вас уведет. С вами отношения, это водоворот событий никогда не бывает скучно. У вас очень вкусная энергетика. Вы можете как вылечить, да, так же и опустить на дно. Никогда не молчите, говорите только правду. В вашем роду могли быть вообще женщины-ведьмы, такие, которые, знаете, именно вас учили, как вести себя с мужчинами. Так, если вам что-то непонятно и неинтересно, вы закрываете дорогу в неинтересные, допустим, скажем, уходите с неинтересного фильма, закрываете дорогу в неинтересные отношения, вы не сидите в иллюзиях, но при этом вы можете обращаться к высшим силам. И они вам помогают. То есть как бы вы на прямом канале с высшими силами работаете. Так, смотрите. Даже если вы хотите замуж, вы об этом никогда мужчине не говорите. Вы проявляете свою сексуальность, привлекательность, да, и мужчины безумно хотят вас заполучить. Очень много вам женщин завидуют. И мужчины, кстати, хотят растопить ваше сердце. Вы как бумеранг, который приходит к мужчинам в наказание. Вы такая роковая женщина, за которой они бегают. Ради вас мужчины могут разводиться с женами, бросать других женщин, да, как магнитом их к вам тянет. Очень вы привлекательная, интересная, очень такая загадочная. Очень много о вас говорят. Мужчины считают, что вы звезда, такая дорогая женщина. Закидывают вас письмами любовными с разных сторон. Предлагают вам серьезные отношения. Вы источаете очень приятный запах, очень привлекательный внешне. Очень активная, подвижная. Как локомотив тащите отношения в плане того, что вы даете вектор направления. Можете быть и злючий, и колючий, и стервозный, и скандальной. Можете сесть и выпить рюмочку коньяка одна, когда вам все надоедает. Очень общительная, коммуникабельная. Из пепла возрождаетесь. Очень яркая. Но очень быстро разочаровывайтесь в людях. И сразу делайте новый выбор. Бросайте легко мужчин вообще. То есть, если мужчина вас разочаровал, вы бросаете. Так, у вас будет второй брак. Вы об этом думаете. Будете понимать, что это, ну, скажем так, конец вашей свободы. Из-за этого вы переживаете и размышляете. Нужно вам это или нет. Очень долго сопротивляйтесь. То есть, испытываете мужчину на все непредвиденные ситуации. Раскрываете все тайны. Выводите мужчин на чистую воду. При этом, знаете, так хитро плетете паутину, что мужчины даже не понимают, как они попадают в все эти ревности. Причем мужчины-то намного младше вас. Умеете общаться, умеете быть очень коммуникабельны. При этом свободолюбивая, манипуляторша такая. Очень непредсказуемая. Очень непредсказуемая. То есть, как этот молния, гром, шаровая молния. То есть, мужчина никогда не знает, когда ему что прилетит. Ждете, ждете встречи со своим партнером. Партнер, кстати, тоже ждет. Он прямо очень сильно скучает. И одержим вот ваши встречи. Встреча может быть тайная. Здесь еще такой момент. Здесь вы, знаете, как одной крови с этим партнером. И вы такое наказание этому партнеру. Но при этом, при этом, смотрите, вы приносите мужчинам удачу. Почему они стараются под вас подстраиваться, да и хотят вас заполучить в качестве жены. Вы всегда выигрываете у мужчин. И мужчины всегда за вас борются. Они не хотят вас потерять. А для вас вот прямо головная боль, да. То есть, вы начинаете думать. И думаете, боже, стирать, готовить, убирать. Это как бы такая кабала, да. То есть, вы тоже себя любите. И не хотели бы вот, ну, может быть, свою свободу разменять на какую-то бытовуху. Карта вам говорит, что вам надо быть хитрее, умнее, продуманнее. Вы, императрица, всегда выйдете сухая из воды. Человек, который умеет ждать, он всегда дождется. Здесь у вас появится какой-то треугольник из двух мужчин. И смотрите, и предчувствие какого-то окончания тех отношений, начало нового у вас идет. Ну, несмотря на это, как бы и старый мужчина возвращается, да. То есть, у вас сейчас будут какие-то такие интересные события до конца весны, я бы так сказала, да. Вы считаете, что мужчина, который для вас ничего не делает, но много говорит, он для вас неинтересен. Очень вы любите деньги и любите работу. Это все, что вы любите, да. А вот это все остальное, оно как бы к вам лепится по причине того, что вы сама это, знаете, как создаете вот какую-то энергетику. Вот вы работаете как на притяжении, как магнит к мужчинам, к деньгам, к работе, да. То есть, вы к себе это все тянете, они к вам прилипают. Может, даже и не понимают по причине чего. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.